Анализируем UX для поля поиска Блокнот Windows впервые обновился за 20 лет Очередной переход с React на VGS Очередной переход с React на Погнали Я просто хотел сказать, что вот хочу хоть разочек, да, подкаст, где мы не сможем встроить Погнали Вот не сможем Вот будет такая, такие громкие темы, вот там везде будет Погнали, 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 погнали Вот такое я уже хочу Чтоб вот негде было встроить Погнали Давай, знаешь, приз, приз чуваку, который предложит такую тему на сайте ewebizign.ru, где, кстати, можно предлагать темы Так вот, на ewebizign.ru предложите такую интересную, классную тему, которую мы возьмем и куда вот погнали не встроить Обязательно, давайте А приз-то какой? Из-за этого, ну, сигну, как обычно, на сиськах распишутся, но вообще на самом деле, на самом деле, конечно, стикеры можем отправить Ну давай сначала посмотрим на претендентов Я хоть кружку свою отправлю, если такое действительно появится Я горшок свой начну отправить Я дневной готов тоже отправить С содержимым, естественно Вот, на самом деле, всем привет, сегодня у нас уже 25-е, да, да, уже 25-е С 24-го на 25-е пишем подкаст, выпуск номер 174 Подкаст называется, собственно, Суровый веб Я предупреждаю сразу дисклеймер, я сегодня еще более тормознутый, чем обычно А я еще более картавый, потому что, ну, уже 20 минут второго Да, чем обусловлено, я не знаю, но, опять же, не знаю, как ты, а у меня сегодня блиц О, окей, окей Да тем более, сегодня, правда, мало темок Сегодня на две темки меньше, чем в тот раз было Я считаю, это вообще можно за час все пробежать просто и все Это не нужно, конечно, но можно Варианты есть всегда Короче говоря, давай, опа, я темки даже не открыл Напоминаю, сильно тормознутый сегодня Открываю прям при всех из нашего слака темки Пусть мне стыдно будет за это И ой, я даже пост для темок новый не создал Ну, короче, да, не готовый сегодня до свидоса Я даже знаю, с чем это сравнить, это как, знаешь, футболисты вышли, не размялись У них лодыжки сразу потянутые все И как бы вот, да Ну, ты знаешь, ну, в любом случае, мне кажется, что мы уже с заморозкой себе побрызгали на лодыжки Знаешь же, вот как они делают, да? Я отлично понимаю, о чем это И нам сейчас под заморозочку нормально будет Вообще, первая тема, на самом деле, моя Поэтому давай я тебя немножко подспасу Ну, там как раз тебе тоже надо с заморозкой, судя по названию, побрызгать, чтобы нормально Во-первых, Альберт Акмухаметов исправился и, наконец-то, написал свое имя и фамилию правильно Потому что он был то Акмукахемтов и так далее Да, да, я помню Вот И он красавец, две новые темы нам предложил Одну из них мы даже взяли Зонд НАСА коснется солнца и не расплавится к чертовой матери, пишет нам Альберт На самом деле, конечно, там не было такой ругани Я про не расплавится, естественно На самом деле расплавится Но вообще прикольная тема Знаешь, почему прикольная? Ну-ка Потому что это, знаешь, такая Я вот начал себе представлять, когда читал, я начал себе представлять А как вообще можно, что можно сделать, чтобы какой-то предмет не расплавился на солнце Так вот И реально, чуваки из нас запустили зонд, который так близко приблизится к солнцу Ну, естественно, не коснется А так близко приблизится, что досвидос А там, как вы понимаете, ну, сильная-сильная жара Там какие-то дикие тысячи миллионов градусов Цельсия И, короче, тот зонд, он сможет выдерживать температуру около 1370 градусов Цельсия Чтобы уберечь содержимое И, значит, как сделано? До этого тоже посылали всякую хрень, она вся обугливалась в какаху прям Сейчас сделали крутую тему, серьезно вам говорю Значит, он как выглядит? Ты можешь вот чуть проскролить, там видосик есть И, как бы, уже такая превьющика есть Короче, зонд, да, зонд У него есть такой прикольный щит Именно щит Fucking shit Money pussy weight Money pussy weight Так вот Левый, который налево смотрит Который налево смотрит, точно Щит Такое чувство, как будто камера летит именно на солнце, да? Но это вообще щит, который там сделан, там соткан из девственниц говна Который, короче, супер отражает все дерьмо И, естественно, преграждает вот этим щитом так классно именно сам корпус, да? Из всю электронику Что до электроники добивает только 30 градусов Цельсия Представляешь? Охренеть То есть там вообще нихрена Там меньше, чем у меня в подмышке в данную секунду Вот И, короче, но, естественно, сам корпус, сам по себе корпус Тоже состоит из там огнеупорное, там, супер теплонепроводное дерьмо Которое вообще никогда не расплавится тоже Но я думаю, что, вот смотри Я просто смотрю на это, да? И просто боюсь Вот если это хреновина Зонт, да? Он чуть-чуть повернется в этот вот момент, когда он подлетит к солнцу Повернется чуть-чуть не щитом, да? А мечом, так сказать Сразу жопа оплавится Вся электроника нахрен Там все выйдет из строя До свидания Ну и вот Тут еще перечислены прям очень модные названия сплавов Титано-циркономолибденовый сплав и так далее Я просто себе предположил Что еще можно вот из нормального такого сделать В смысле, из жизни Вот именно Из повседневной Из вот такого материала Вот я думаю, что Прикольно было бы из такого материала Огнестойкого Сделать кнопки в лифте Согласись, да? То есть Чтобы они вообще Никогда их Ничего им не будет, да Вот это нормальная тема Я бы гараж сделал Чтобы прохладно в нем летом было Вот не зашел туда и умер сразу Задохнулся нахрен А как бы вот зашел туда А там хорошо У тебя Потому что есть титана Вольфрама молибденового Говна все сделано Ну еще я думаю, что какую-нибудь насадку На пукана из такого дерьма Чтобы она еще бы не плавилась Так сказать Да, да, да Когда в интернет выходишь Чтобы такую пробку втыкал Ну вот, короче Вот Зонд Паркер называется, кстати говоря Возможно в честь Питера Паркера Я не знаю Или в честь ручки Паркер Я не знаю Значит ручку надо еще из такого сплава сделать Чтобы нормально было Да Потому что вдруг сильно много пишешь Знаешь, так писал Что ручка раскалилась уже просто Какаху Как ты сказал Я просто, ну Особенно в силу последнего твита Который я скидывал Мне прям понравилось Это выражение Про какаху понравилось, да Да Про какаху Ну вот Я хочу, чтобы у нас Предложили еще более струбный вариант В комментариях Куда еще можно использовать Сплав Этого зонда Картман и анальный зон Going down South Park Вот Мы пойдем дальше В принципе К следующей теме Она твоя Кстати говоря Слушай, ну ты меня подспас Во-первых, чуть-чуть Я прям почувствовал Подспасение Вот А я просто Ты имеешь, ну все еще Не открылось у тебя ничего Да, у меня прям Только сейчас последняя Да, открылась Мне просто хочется Чуть-чуть вернуться Ну окей Материалы там Все вот это Окей А нахрена То есть Ну понимаешь Если мы исследуем А что именно исследовать Я понимаю Исследовать Ну как бы Я это тоже мог Мне просто Если там статьи этого не было То давай пофантазируем Что такого важного Если мы на 20 метров Ближе к солнцу Приблизимся Мы еще больше убедимся В том, что оно горячее Или что вообще Ну вдруг там на самом деле Есть цивилизация Вдруг там Есть големы Огненные И они как раз И пишут все в чатиках От чего у всех горит пукан А у них нормально У них там устойчиво все Да, я думаю Что мы их и исследуем Ну Это достойный ответ Самое главное Прям реалистичный Я считаю Там возможно Как это Как у На спине У Смертокрыла Там такие языки Пламя Выходят И ты их мочишь А, там это что За них держишься Если вспоминать Как рейт надо проходить Там некоторые тебя держат Когда он типа Перекручивается Чтобы тебя скинуть Со спины И ты типа В эту порчу Вступаешь Чтобы за него Уцепиться Специально Там ты теряешься С на хп Но как бы Зато ты не спадаешь Оттуда Ну так Просто Раз уж мы Кстати Подписывайтесь на канал Варкрафт рус В телеге Тут как раз на экранах Он у вас виден Сейчас Надо сказать Что Альберт Акмухаметов Он предложил Еще и темку Про wordpress И я на самом деле Вот Хочу Хочу опять Что-нибудь Про wordpress Сказать Но эта темка Это абсолютно Прикладной момент Как чувак Встроил Ютубный плеер Ну короче говоря Он не Эмбедит его По умолчанию Чтобы сразу Айфрейм Грузился И так далее Он сначала Рендерит Тупо картинку Тупо С Заглушечкой И только по клику Ее уже Подгружает Айфрейм Чтобы быстрее Естественно Страницы Грузилась То есть Ну Такое Я даже сам Делал Когда-то давно Когда Нехрен было Делать Но там Я конечно Просто отсрачивал Подгрузку То есть Я там Не Не вырисовывал Из заглушечек И так далее Хотя Я находил В тот момент Скрипт Который делает Вот то же самое Но он естественно Был на jQuery В данном случае У него естественно Тут на ванильном Джаваскрипте Уже все есть Вот Ну Че это в подкасте Рассматривать Это смешно Это можно просто Там на канальчик Куда-нибудь выложить Или еще куда-нибудь Во-первых На анальчик А во-вторых Я хотел сказать Что Все кто отсрачивает Подгрузку Ставьте лайк Да Идем дальше Пушкин нам Предлагает тему Это кстати Еще к 173 Выпуску было Кстати Темки к 174 Какие-то безликие Все вы Перегрелись Видимо На солнце Вы к солнцу Похоже Приблизились И какие-то темки Немного не те Я вот честно Все посмотрел Одна хорошая была Там Ее Руслан Кажется Какой-то Приложил Белый Белый И он ее Приложил Но темки Уже были готовы В тот момент Уже коррективы Нельзя бы Вносить Поэтому Мы обсудим Это в следующий раз Стопудово Так вот Пушкин нам Говорит Вот я Говорит Не согласен Что всегда Нужно так делать На том же Примере Убер Ведь не дураки Зачем-то Не решили Сместить Поиск Книзу Тем более Уверен Многое зависит От высоты Экрана Из Описания Никиты Тебе понятно О чем темки Вообще В принципе Пока не очень Но давай Темки о том Где нужно Как вообще Строить Экспириенс Поиска В мобильных Приложениях Практически Прям по бабичу Первая тема С UX Design CC Вторая С Muzli Мы что И то и то Возьмем Ну да Они дополняют Друг друга Я сейчас просто Их суммирую Потому что Здесь Не так много Фактуры На UX Design CC Нам Theost Strauss Пишет Strauss Или Strauss Я не знаю Думаю Что это Strauss 17 лет Ему Судя по фотке Так и есть Но он Написал Вполне Неплохую Заметочку О том Что Давайте Чуваки Вот подумаем Есть такое Привожение Lyft Это как Uber Короче говоря Почему Я об этом Не знаю Ну Очевидно Почему Видимо Она работает Только в Сан-Франциско Бэй Вот где Его только Сделали В Кремнии Вот только Там еще Работает Так вот Там Отошли От привычного Экспириенса Когда поисковая строка Сверху И сделали ее Снизу Ну а теперь Давай посмотрим Вот Он прикладывает Конкретные примеры В Facebook Сверху Поиск Сразу Причем Есть на главный Кстати Скрины Все с iPhone X То есть Не бедствует Strauss Видимо 17 лет Все-таки Человек Зарабатывает Я согласен Это тот возраст Когда ты еще Покупаешь себе Все последние Айфоны И где-то потом 25 уже Пробуксовочка Начинается Потому что Уже как-то Все-таки Ну потому что Уже цирроз печени Ну и эти проблемы Вот да От дошиков Так вот Инстаграм Тоже Поиск сверху Ну нужно Вкладку Поиск Конечно Снизу Включить Или как она Эксплор Называется И там Поиск Тоже Сверху Потом LinkedIn Заблокированный У нас Поэтому я Даже сначала Не понял Запрещенная Организация Я даже сначала Ну не понял Что это LinkedIn Тем более Что Интерфейс Чуть более Чем полностью Слизан С Facebook Просто Меня Кнопка Jobs Немножечко Выдала Все-таки Это как Ты сказал Я не помню Мы уже записывали Подкаст или нет Что Какой-то клиент Дергает старую Апиху Которая еще Не закрыта Чисто случайно Клиент Семилетней давности Вот Такое ощущение Что LinkedIn Это Facebook Семилетней давности Потому что Он очень похоже Выглядит Но просто Некоторых фич Нету И Jobs Все еще есть А 7 лет назад Еще были важны Jobs Сейчас уже Как-то Не очень Сейчас кому Эти Jobs Нужны Вот да Только уже Entertainment Сейчас только Blow Jobs Нужны Blow Jobs Да И Hand Jobs Короче Тут дальше Три таксичных Прила Первая Это Uber Второй Я не знаю Какой-то Вик Вье Ну видишь Да Там сверху Логотипчик Уколо Гамбургера И третья Еще какая-то Хрень Не знаю Что-то такое Короче говоря Погоди Uber Одно Uber слева А правая Ну какая-нибудь Еще Хреновина Тоже Таксичная Так Ну и чем Да Да Что-то Токсичное Это все Как примеры Приложений В которых Везде Поиск Сверху Размещен И он Автор задается Вопросом А почему Вообще Так То есть Ну вот Нету В Эпловских Гайдлайнах Не написано Что делайте Поиск Сверху Наши Пользователи Так привыкли В Human Interface Guidelines Так называем HIG То есть Это Документ Который Тоже считается Общепризнанным Нету Этого Почему Говорит Они так Делают Ну Говорит Вот На Квори А вот Есть такой Вот Сайт Я из-за Это В курсе Ну Наверное В курсе Ты же Не Идиот Квора Там Где Вопросы Какие Да Просто Он Выглядит Как Stack Overflow Но Для Супер Крутых Чуваков По Мому Просто Для Обычных Вопросов Типа Stack Overflow Это Узкоспециализированное Дерьмо А Квора Там Более Обычные Вопросы Да Согласен Там Будет Кто Придумал Бутылку Вот Такие Вопросы Вот Но Вполне Очевидно Что Там Айтишные Тоже Есть Я Очень Часто На Квору Попадал Когда Сисадминством С виндой Занимался Возникали Вопросы И вот Ответы Были На Кворе По Бреду На Английском Естественно Ну Не Важно В общем На Квори Отвечает На Вопрос А Почему Вообще Сверху Поиск Себе Что Ну Вот Как бы Пользователи Уже Привыкли Это Такая Конвенция Которая Негласная Договоренность Дизайнер Когда ее Ломает Он действует На Собственный Страх И риск Ну Это Как Знаешь Дверь Два Метра В высоту То Понятно Что Ты можешь Заказать На То есть Ширина Разная Там От 60 До 120 А Вот Высота Обычно Два Вот Здесь Что-то Типа Подобное Ну И вот Он Говорит Что А вот Лифт Привожение Они Решили Насрать На Это И сделали Снизу Поиск И вот На Первом Скрине Видно Что Hey Лиза Where Are You Going И там Enter Destination Прямо Здесь Вот В Поисковой Строке Почему Автор Задался Этим Вопросом Или Задался Потому Что Говорит Пальцы Не Дотягиваются Доверху Это Изначально Заведомо Плохое Место Расположения Потому Что В таких Приложениях Как Таксишные Например Ладно В фейсбуке Ты там В поиск Не всегда Идешь Ты в основном Ленту Листаешь Лайки Ставишь Ну И в инсте Тоже Кто Заходит В вкладку Эксплор Да Никто Наверное Не заходит Это надо Прям Особенно Много Времени Иметь Свободного Чтобы Еще В ту Вкладку Заходить В инстаграме Так Дай бог Все сторисы Посмотреть Ну Так Вот И Он Говорит О том Что Вот А в тех Приложениях Которые Прям Поиск Он Нагружены Его Делать Сверху Не стоит Потому Что Хрен До него Дотянешься Ну И Вот Здесь Еще Говорит Что Обратите Внимание Вот В этой Рекламе В скринах Лифта Разные Руки Говорит И это Говорит Означает Что разные Люди Пользуются У всех Разные Пальцы И если Кто-то Еще И достанет Доверху То Все остальные Уже Не достанут И поэтому Надо это Иметь ввиду И делать Типа Снизу Ну Вроде Как В Яндекс Такси Снизу Как раз И сделано Забегай Вперед Слушай Я свежу Это Не вперед Это В никуда Потому что Как ты понимаешь Ни в UX Дизайн Сиси Ни в музлях Не было Да В Яндекс Такси Действительно Снизу Причем Снизу Слева Там Реально Круто Ну-ка В Uber А Uber Я удалил Ну потому что Uber собственно У них в скринах Что у них все хреново Ну вдруг это старые скрины Я только это хотел сделать Но Похоже Да Короче Я сталкивался с тем Что сверху Я приходится Перехватывать телефон В такой момент Короче говоря Это действительно Не очень Но здесь Куча теорий Что вот Зеленые зоны Что большой палец Там Дотягивается Только до одной Третьей экрана Которая вот Ну там Для правшей справа Для левшей слева В общем Это мы все и так Все знаем Давно здесь сидим Давно обсуждаем Темы про UX Просто Он Самая главная Суть статьи в том Что вы Говорит это Самые Часто Используемые Элементы интерфейса Располагайте там Где До них проще всего Дотянуться И будет Все классно Вот об этом Написал нам Тео Штраус А вторая Которая статья На музлях Там уже Шанк Шанк Сахай Какой-то Из Microsoft Teams Уже Ни хрен собачий Уже крутой чувак Он пишет тоже Что Вот У него блок Статей Про разные фичи UX дизайна UI дизайн И вот Это конкретно Четвертая Статья Именно Про поиск Он Говорит о том Что Ну вот Давайте подумаем Какие могут быть Варианты Ну Говорит Первое Первое Это когда Прямо На первой Странице Посадочной Так сказать Странице Приложения У вас уже Есть сверху Поиск Это Первый вариант Подумайте Говорит Ну тут Он нам Не говорит О конкретной Расположении Тут он нам Говорит Просто о Целесообразности Поисковой Полоски Сразу Где-то Или о том Что надо Ее где-то Нажать Там Добыть И так далее То есть Это Вполне очевидно Зависит От Предрасположенности Хотел сказать От предназначения Приложения Вот Ну и он Здесь приводит Uber, Facebook, Google Карты и какой-то Зомейту Видимо Это что-то типа Ел По судя по всему Потому что там Еда, рестораны И так далее Там Естественно На главном экране Это имеет смысл Потому что Ну если Для Uber Это реально Каждая поездка Начинается с того Что ты туда пишешь Куда Ну только если тебе там Две выпадающие подсказки Дом, работа Тебе не подошли В Google картах Та же самая фигня Именно та же фигня Вот В Зомейту Там понятно Много разных Интерфейс Элементов Которые Отвлекают Типа там Рекомендации И так далее Но до поиска Скорее всего дойдет Ну Facebook Сомнительно Мне кажется Вот Мало кто Пользуется Хотя Вот мы сегодня С тобой пользовались Тоже Поэтому Кто-то Наверное Пользуется Второй пункт Это Вкладка Поиск То есть Нужно где-то На Навигационной панели Нажать там На лупу Или на Или на Пупу Да Или на Слово Search И вызвать То есть Например Это Твиттер Ты Кстати Вот Никита Я помню Ты такой Твиттерный Хипстер Пользуешься Этой вкладкой Explore Сейчас в Твиттере Или нет Честно говоря Вообще Нет А я не помню Даже Мне кажется Никогда Я не пользовался То есть Именно Вот Explore В Твиттере Вообще Не было Какой-то Привычки Там Даже Не знаю Что Эксплорить Вот я Сейчас Зашел Сразу Сверху Ну Когда Ты эту Вкладку Открываешь Сразу Сверху Search bar То есть Можно Написать Там Я не знаю Поиск Подкаст И найти Трамп Или Трамп Да Потом Актуальные Темы Для вас Ну Относительно Геопозиции Ну Это все Говно Относительно Челябинска Ничего не актуально Сейчас скажу Кстати Что Хэштег Заседание Хэштег Пессенджер Вот На полном Серьезе Читать По хэштегу Какое-то Дерьмо Это Там еще Знаешь Что там Миллионы Ботов По нему Пишут Ну Я полностью С тобой Согласен Хотя Слушай Я вот сейчас Открыл Сейчас вот Открыл Как бы И у меня Тут Видеогеймс Мне советуют Типа Жить В Видеогеймс Поскольку Вы читаете Плейстейшн И еще Восемь Подобного Дерьма И Походу Я буду Теперь Пользоваться Ну Вот да Я сейчас От Ювебдизайна Кстати Подписывайтесь На Ювебдизайн В твиттере Там Везде Все ссылки В описании На Ювебдизайн Точка Руслыш Баут Тут Фронтенд Программинг Конечно Предлагают Но Короче говоря Это не Ключевая Фича Твиттера Потому что Ключевая Фича Твиттера Это твоя Лента Ну да Твоя Причем Никита В инстаграме То же самое В нетфликсе Тем более То же самое То есть Нетфликс Мне кажется Вообще 80% Людей Только по Рекомендациям Уже смотрят Так чтобы Они реально Нажали поиск И ввели Один дома Ну это Я сомневаюсь Как-то Очень сильно Вот Потом Какой-то Uber Eats Оказывается Есть такое Чтоб ты знал Uber Eda У нас Наоборот Их купили Яндекс Их нагнул А в мире Есть еще Uber Eda Ну там Наверное Типа Где хавость А доставка Наверное Доставка Еды Не знаю По-моему Тут ресторан Плюс сразу Так сказать Доставка тебя В этот ресторан Я думаю Как-то так Ну в общем Ну и он подводит Итоги Что решить Нужна вам полоска На главном экране Или просто Где-то вкладка Поиск Вам поможет Просто назначение Приложения То есть если Самая главная Цель пользователя Это открыть Приложение И что-то найти Как Google Maps Uber И так далее То понятно Должно быть Сразу А если У пользователя Есть Только Какое-то Намерение По поиску Ну там Человека Хочет найти Какого-нибудь В Facebook Или где-то еще То достаточно В общем-то И вкладки То есть Ну такое Самая очевидная Тема Вот Но Тем не менее Надо было Проговорить Тем более Что Альберт Мухаммедов Ее предложил А такое Пропускать Вообще Нельзя От такого Нельзя Отказаться Говорит о том Что например У AirBnB Поиск Это вкладка Ну плюс Серчбар Но это Первая вкладка То есть Грубо говоря Она открывается Но с нее Можно перейти На другие Типа там Сохраненные Мои поездки Там Переписка И так далее Но все Начинается Все равно С серча То есть Они здесь Совместили Два этих Подхода И вот Не прогадали Типа Окей Окей Немножечко Вот такого UX У нас Сегодня С утра Хочется Это уже Утром Практически Да Идем дальше Следующая тема Это даже Я не знаю Это не UX Это какой-то Просто Ну это Какой-то Просто Бэкэнд Я бы даже сказал Но нет На самом деле Блокнот В Windows Получил Первое Значимое Обновление За два Десятилетия На хабре Статья Видимо Найдена Тобою Чисто Хотя Я поверил бы Что 100 миллионов Людей Должны были Предложить Нам эту статью Нет Нет Динь Не предложил Это я из Дайдеста Просто Нашел И все Окей Окей Опять же Окей Вы знаешь Мы по учителям С тобой Видим это все И как бы Общая Так сказать Картина Класса Она Видна Сразу Кому Тройки Ставить Кому Четверки Короче говоря Оказывается Действительно За последние Хрен знает Сколько лет А тут написано За два Десятилетия Ноутпад Тот самый блокнот Который есть на Винде Самый дефолтный Он получил Обновление И прикинь Короче Даже более-менее Прикольное обновление Хотя казалось бы Что там может быть Прикольно Я тоже Вот слушаю И мне просто интересно Но тем не менее Список изменений Поиск в тексте По кругу Знаешь Вот по кругу Пустил Это было в релиз Новосах написано Теперь если Во время поиска Или замены слов Достигается конец документа То процесс повторяется С начала текста Для этого необходимо Поставить флаг Во всплывающем меню В прошлых версиях Нужно было указать Направление поиска И место его начала Я правда не знаю Зачем снова по кругу Искать что-то Если уже не нашел Ну слушай Давай так Бывает когда Ты находишься На середине документа Ввел поиск Он тебе с этой середины Пошел А потом хоп И он уже по кругу Начинает И ты первые там Три позиции Которые были до этой середины Тоже просмотрел Вот это Это жиза для меня Или жиза Ну видишь То есть для тебя Киллер фича походу В поле поиска Автоматически Поставляется Выделенное Курсором Слово Смотри Как удобно стало Стрелки на клавиатуре Корректно Отменяют Выделение Текста Лишь потом Перемещает Курсор Вау Инновация При помощи Вот это Вот это Супер Киллер фича Отвечаю Знаете Для всех Ну вот Я часто вижу Знаешь Короче Часто вижу Вот я это встречаю На каких-нибудь стримах Чуваки просто хотят Что-нибудь быстро записать На экране И сделать Чтобы большое Можно как бы Сделать Силами Твоей Как бы Стриминговой Хреновины Программки Именно А можно это Короче в док Написать Чтобы типа Сохранить Потом когда-нибудь Открыть На следующем стриме Условно там И так далее Просто использовать Его как док И короче Хочется подзумить Текст Чтобы как бы Большие буквы были И вот При помощи комбинации Клавиш Ctrl плюс Бэкспейс А сорян Вот последнее Масштабирование текста Увеличить или уменьшить Текст можно Долгого нажатия кнопки Ctrl на клавиатуре И последующей прогрудки Колесико мыши Или плюс Или минус Такая функция Давно используется В большинстве Текстовых редакторов И браузеров Но в блокноте Она появилась Только в 2018 году Вот Как тебе такое? Как тебе такое Илон Маск Я бы ты сейчас сказал Потому что Да, да Ну и в общем На самом деле Здесь еще несколько штук Особенно мне нравится Что теперь можно Слова из ноутпада Искать в бинге Сразу Автоматически Вот например Чуваки здесь Ищут Infinity War Мстителей Короче И чувак задает Такой знаешь Риторический вопрос Почему в Microsoft Столько лет Обделяли блокнот Весьма полезными функциями А теперь вдруг Взялись за его обновление Как вы считаете Спрашивает он И я в принципе Тоже хочу спросить У наших слушателей Зрителей Почему Windows Ворошит Прошлое Казалось бы Да Я еще Мне просто интересно Вот я Блокнот бывает Местами Иногда открываю Ну вот Супер Супер редко Но что-нибудь Вот надо Вот что-нибудь Открываю блокнот Особенно бывает Такая тема Что-нибудь нужно Пересохранить В блокноте Какой-нибудь кусок текста Который Знаешь Форматирован Досвидосно Там ты из интернета Условно вставляешь Копируешь С какой-нибудь страницы Кусок текста У которого есть Какой-нибудь фон Какой-нибудь Короче Вот это такое Я понимаю Охотно Да-да Блокнот он рулит И он естественно Это все Нивелирует Так скажем Я еще хотел сказать Да Если например В Word Там есть правая кнопка Простая вставка То есть Без Да Но что-то она иногда Бывает непростая Ну в общем Бывают случаи Я понимаю Что да Есть способы Но бывают случаи Ты слышишь на микрофон Что у меня на улице Орут или нет Не У тебя тишина Спокойная Просто Я сейчас поменяю Ухо Наушников То есть я как бы У меня наушник На правое ухо И я Как ну Сижу тоже Правым ухом Поэтому я Отдаленно Только Левым слышу И там какой-то Какие-то Крики странные Как будто там Саития уже совершают Саития совершаются Да Летом бывает Такое На улице Приятно совершать Саития Так вот Вернемся к ноутпаду Как Windows совершал Саития с ноутпадом Мне знаешь Что классно Мне хочется представить Себе что Мнимый Есть чувак Который 20 лет назад Такой Ну кто знает Типа Как Умпутун Короче Такой чувак Знаешь Такой уже Ну не то чтобы Старичок Но такой Скажем так Зрелый Программист 20 лет назад Написал этот код Возможно Мы перекинули На другой проект Он там Занимался Ядром Винды И так далее Но каждый день Его грело то Что вот Его Программу Используют И она стабильно Работает И ее никто не фикчит Не апдейтит Ничего не добавляет И она классно 20 лет существовала И он Прям Я думаю И возможно Его даже откопали Из соседнего отдела Привели Сказали Чувак Может апдейты Какие-нибудь На твое дерьмо Выпустим Который ты написал На C Еще 100 лет назад И никто в твоем коде Так и не понял Ни хрена И он возможно Вот добавил Как раз прокрутку Колесиком Ну Слушай Вот Всегда Самые дурацкие Варианты Скорее всего И являются Правдивые То есть Тут Не удивлюсь Нисколько Вообще Вот А по поводу Ну слушай Помнишь Paint Они тоже там Отряхнули Сделали Paint 3D И так далее И там Вообще Большинство людей Даже и по вкусу То он не пришелся Поэтому Что-то они пытаются Что-то они темнят Что-то придумывают Как-то Куда их кривая Это заведет Сначала GitHub купили Потом блокнот обновили Что дальше Это что Баги будут все фиксить Что-ли Это как-то уже Недостойные Поведение Да Согласен Короче Следующая статья У нас Из патроновского Чатика К нам пришла А мы опять Видишь Отслеживаем Судьбу Всех статей Костя Гончаров Нам ее скинул Со словами Ну это же От Анни Павловой И Это кто-то Видимо Это кто вообще Он говорит Ну как Это же Software Engineer В ГМБХ Я говорю уходят с реакта на вуй и у тех кто все еще остается на реакте у них бомбит они теперь не самые cool kids и давай посмотрим я хочу я в прошлый раз голословно говорил что ведет же с перегнал реакт по звездочкам на гитхабе а теперь я хочу убедиться своими глазами под арту вейдеру этом так реакт на гитхабе у нас имеет сейчас посмотрим сколько у нас имеет я пока вуй открываю на гитхабе гитхаб так у реакта на фейсбуке 107 тысяч 150 звездочек а увы 108 тысяч 529 он действительно перегнал на 1000 звездочек ни хрена себе это рубрика наукоменс на евро ньюс реально люди его стали больше любить чем реакт посмотрим я напоминаю на в рубрике наукоменс евро ньюс там знаешь обычно показывают какое-нибудь дерьмо типа затопило условно какую-нибудь там очередной какой-нибудь прибрежный городок японии например да и короче просто это показывают вот эти тишина и именно журчание такое идет ну я я помню да и тут такое же журчание абсолютно это думаешь у а не полу я прям журчала когда она переходила ладно все возможно так она говорит о том что я несколько лет с реактом работала сначала просто так потом с редуксом с редаксом то есть с отдельным стором и с другими библиотеками из вселенной реактор реакт раута реактор редакс проб тайпс и так далее короче все балалайки использовал которые с реактом принято использовать мне все нравилось все было удобно и вот ничего плохого не могу сказать всегда прям приятно было работать с реактом но горит прошло время последние три месяца я делала работала своем кстати я так и не совсем понял насколько ее заставили или она просто решила попробовать может быть будет сейчас еще по тексту я уже забыл но в общем она говорит я хотела поделиться опытом с как работать своем после реакта причем после многих лет реакта как переходить насколько там как там кукуха приходит не приходит после таких переходов или нет так вот это говорит вот не очередной говорит пост сравнения там view и реакта а потому что таких постов говорит дохрена в том числе официальная view документация она и то там сравнивает с реактом нет это моя персональная перспектива вообще на то как вот как я это все смотрю забегая вперед скажу тебе все таки нет это обычный пост сравнения еще здесь такого сильно персонального я не понял но допустим то есть как бы ну глупо писать пост сравнения в котором сухие факты почти везде люди говорят что ну вот мне вот это было тяжело вот я тут затупил и так далее и тому подобное но тут как бы у нее ну вот так у нее и было в общем смотри мага сначала я когда попробовал первый раз перехода были мама не горюй мне горит на angular похожим показалось потому что в реакте gsx работает это как такой такие шаблончики когда ты внутри джаваскрипта и html хреначь но в общем то тебя как будто бы все выглядит как джаваскрипт я сейчас для наших подписчиков кто не в теме загуглил gsx и картиночки включил можете просто посмотреть так нет это не те картиночки не ну там просто реально обычно html скриншот это не gsx вот gsx например ну короче говоря все выглядит как джаваскриптовые функции методы с кудрявыми скобками а потом в них хоп и вклинивается html на куски ретерн в скобках и пошел коммент открывающийся так закрывающийся так и так далее то есть вот под подобный синтаксис у него вот говорит а во вью там по-другому там говорит двухсторонние биндинги и директивы то есть ты можешь и в из-за html комар летит падла поменять из стора поменять и он будет в обе стороны меняться цветы на html форме и в инпуте какого-нибудь значения модели какой-нибудь изменит что в story она сразу же изменится или если ты программируема в story изменит что на фронт-энде она тоже сразу изменится двустороннее связывание короче говоря полное и но кроме этого директивы то есть теги как в html и только ну вьюшные типа там туда айтем и и прочие атрибуты типа v on v bind v for всякая логика можно прям писать здесь в тегах и так далее это конечно больше похоже на то что есть в ангуляре правда на этом сходство с ангуляром закончена поэтому про него вообще забудем вот игр в общем-то это прикольно что здесь обычный такой шаблонный синтаксис можно использовать джейдовский шаблоны и для ноды то есть для бэкэнда и для вью то есть на фронте но джейд уже не существует уже пуг паг вот ну я просто для старичков для нас сказал что что она имеет ввиду хотя вы же старички то такие все равно молодящийся наверняка паг тем более что он уже переименовался года два-три назад поэтому как бы если вы не в курсе то вы безнадежны скорее всего вдруг они только пупок знают о это это да это тоже наша аудитория кстати недавно знаешь чего узнал на medium можно много хлопочков не кликать много раз а просто нажать хлопочек зажать и они будут прибавляться вау так работает супер и супер да и как то вот в к вопросу о юэкс это было не очевидно совершенно сделали бы они так ну по кукам бы смотрели что когда я первый раз зашел там после долгого времени мне знаешь такая схематичная ручка мне показывает что можно на него навести нажать и долго нажать и типа будет увеличиваться знаешь как когда первый раз заходишь у тебя мини туториальчик такой появляется вот что-то за тебя делается сразу и но пэш может быть они так и хотели типа это скрытый прикольчик такой ну поймешь поймешь не поймешь жми 50 раз на причем знаешь как я узнал то ли тот чувак 17-летний ты написал заключение типа если вам понравилось зажмите хлопочек и держите пока типа до 50 не дойдете манипулировал подписчиками своими своими зрителями читателями ладно не важно продолжим как устроен store store в реакте принято делать через редукс это так сказать реализация паттерна flux для реакта а на view gs и через в юкс и несмотря на то что в общем то они ну крайне похожи и есть конкретная разница в чем суть редукса редакса в том что стоит неизменный и мьюта был полный это прям ключевое так сказать момент а во вью всегда можно мутировать и свойства и и стоит и в общем все чего угодно но друг за другом так сказать меняется но это опять же наследие того что там двухстороннее связывание ну и не только это это просто еще и реализация непосредственно store а диктует такую хреновину потому что вообще в реакте можно с мутабельными данными работать то есть он работает с ними но рекомендуется этого избегать избегать изменения тех значений store которые используются как пропсы в компонентах как свойства компонентов почему потому что в реакте так вот сделано я кстати не знал прочитал для меня стало тоже откровением что каждый раз когда меняется чё-то в компоненте происходит и ререндеринг не только этого компонента но и всех его дочерних компонентов поэтому если у тебя условно в обертке какого-нибудь ну в каком-то большом сайт баре в котором еще 15 компонентов внутри сложных тоже у которых динамически зависит дерьмо а ты в сайт баре сменил title случайно программируемо то у тебя ререндерится не только сам title сайт барана вообще все дерево компонентов которые внутри него это бред бредовый на самом деле и она потом написала в конце что вообще-то уже сделали у реакта какую-то там опиху но мы сейчас дойдем до конца я не помню просто уже пофиксили что ну нет такого уж конкретного говна вот но тем не менее пока этого не было было принято использовать так называемый pure компонент то есть ну как с функциональном подходе pure functions который не зависит ни от каких значений или других функций которые возвращают чистое значение просто каждый раз считают и все вот и что касается view то там все автоматически трекается пока рендерится если вдруг что-то одно изменилось то ререндерится только тот кусочек который изменился но он просто современнее и он делался уже с учетом так сказать тех ошибок которые были допущены комьюнити знаешь я вот пришел покупать ламинат квик степовский вот это я говорю а чё говорю вот вы так вот говорите что у вас там не надо было ни герметизировать ничего но у них какой-то прям мастер ламинат как мастер рейс а квик степ не спешил то есть он подождал пока все сделали ошибки я потом сделал просто самый круто и все то же самое с виниловой плиткой виниловая плитка где же уже ну лет так 7-8 на рынке а квик степа сделал года три назад только то есть он опять же учел все ошибки и там виниловая плитка у квик степа она до 80 градусов держится ничего не выделяет ее не ведет вообще цельсия почти на солнце можно класть на тот зонт можно защиту положить и нормально быть не поведет поэтому вот в view то же самое он просто чуть позже был поэтому особенно вторая версия она прям она прям крутая и вот аня в данном случае она прям балдеет она прям пишет балдеж был балдежи вот здесь дальше идут сугубо технические моменты о том как работа со стором происходит в реакте и так далее то есть ну как происходит есть action creator то есть ну какая-то функция которая какие-то действия создает это действие передается в компонент компонент диспетчей то есть посылает как быть это сказать то не call back это бред ну короче я посылает сигнал будем говорить уже с такими моделями посылает сигнал в store в store и отрабатывает редюсер то есть функция которая работает со значением и меняет стоит то есть меняет состояние приложения состояние приложения уже обратно в компонент что-то но какие-то действия тоже совершает ну и конечно это все во вьюксе чуть чуть попроще то есть там нет такого сложного здесь просто классическая идет круговорот компонент ну как бы меня что-то меняется происходит происходит action действия этот action с производит мутацию данных мутация данных меняет состояние приложения состояние приложения отражается на компонентах но в случае опять же с вью компоненты сами могут то есть внутри компонента есть какие-то обработчики которые там при он там на событие он блюр допустим напрямую по событию он блюр ты можешь менять значение в store по архитектуре лучше все равно через экшена это делать то есть делать так что он блюр не сразу меняет значение там какого-нибудь в story каунтера там с 5 на 6 она вызывает экшен увеличить значение каунтера а он уже меняет в story это просто ну для удобства чтобы потом в коде разобраться лучше все-таки делать через экшены в любом случае потому что ну эту парадигму тоже не зря придумали так оно как-то вот надежнее когда ты всегда знаешь что в компонентах у тебя нет никаких обработчиков таких в компонентах есть только вызовы экшенов а экшены уже работают со стором просто тупо разграничение так сказать обязанности поэтому не знаю хотя вот официально в юксовская документация что экшена лучше использовать только когда асинхронное дерьмо какое-то происходит то есть если ты что-то отправил по приложение идет дальше а потом уже как как замутировалась так в стейте изменилась и так далее если это синхронный если ты что-то меняешь в стейте только после этого тебя приложение живет дальше можно прямо из компонентов хреначить и все ну это вопрос просто подхода опять же раз мы сегодня байтим наших подписчиков на коменты напишите в комментариях вы как во вьюксе меняете прямо с компонентов лень вам экшены писать или нет если не лень в эти экшены вообще где храните в отдельном файле или здесь же где-то там скриптах вокруг компонентов напишите мне это уже тоже интересно уже тоже до этого то не было конь да конечно да это вот мне вообще наплевать было как кто делает раз уж не сегодня с тобой договорились узнавать мнение то вот да здесь дальше идет про функцию connect которая говорит о том что в реакте из компонентов общаться со стором можно только с помощью функции connect и здесь даже говорят лучше делать вот компоненты которые общаются со сторон а есть компоненты которые просто рендерят вид то есть там компоненты компонентов использовать ну как бы опять же не совсем понятно почему надо было такой огород городить но она прикладывает ссылки что обсуждается здесь и здесь типа умные и тупые компоненты как знаешь к нам в поликлинике пришел когда чувак новый сетевик он смотрит на коммутаторы нашел огот доказать только один умный коммутатор все остальные тупые и как бы потом я уже понял что он имел ввиду управляемые неуправляемые коммутаторы и но как бы я бы не называл неуправляемые тупыми потому что на свою функцию то они выполняют то есть но это такое тоже его какой-то дурацкий жаргон но неважно в мазал врезал я вместе с ним еще в мазал после этого потому что как бы вопрос решить но в view короче говоря через доллар store всегда можно к сторону получить доступ просто и все то есть это достаточно прозрачно сторону есть сторону лежит где-то неподалеку из всех компонентов можно получить к нему доступ так что дальше у нас здесь дальше у нас следующая тему ты хочешь не 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 я эту тему смотрю какие ты чё здесь еще во многом надо сказать как минимум как называется опиха новый react context api который позволяет передавать данные из компонентов не из компонентов верхний компонент оттуда еще вверхний через connect а все-таки напрямую из из компонентов доступаться до store видимо поэтому туда ну в данном случае он опять же говорит что в реакте то господи во вью тупо удобнее можно передавать пропсы в так сейчас подожди чтобы не не сказать лишнего да нет пропсы передавайте на наоборот пишет что неудобно потому что много кудрявых скобок надо ставить ну обычно я как бы даже не скажу что сильно неудобно надо и в шаблончике написать что там двоеточие туду но в данном случае у него пропт называется туду такое-то и потом внутри store компонентов дейту тоже нужно его описать что туду и там дефолтное значение поэтому не знаю для меня это я просто с этого начинал поэтому для меня это было в общем-то самое очевидное уже то что она сейчас говорит что это как-то не так для меня это как знаешь это как мы вот едим вилками а кто-то приедет ну китайцы например японцы как-то странно же палочками жрать вот ну я уже привык вилками есть поэтому мне норм а тут это видимо и то и есть о чем она говорит что это your personal opinion вот это то что она от чего-то шокируется что-то ей нравится но в общем она говорит о том что скорее всего буду теперь сидеть на view такие вот дела плотно сидеть на view прям да с него уже не слазит после него уже только в цинковый гроб ложится и все хотя случай с view это сейчас востребовано можно и в бриллианты наверно лечь если повезет здесь у нее есть тлд р очка 5 пунктов я их не буду перезачитывать потому что ну мы их обмусолили только что короче говоря view это это круто вот вот только такой вывод я могу сделать исходя из нее она тут как сильно смурная на фотке как будто хорошую как будто не view это не круто на самом деле круто вот да ну ладно чё давай дальше бобинники у нас бобинники да бобинники и у меня в слайке написано бобинки но вообще мы давно бабичи не брали поэтому вместо него могут бобинники смотрим краткая история катушечных магнитофонов и рост интереса к аудио гаджет сегодня быстро пройдемся потому что здесь ну такие выдержки которые не каждый выдержит скажем так так вот да аналоговая музыка и не думает уходить в прошлое здесь написано ну и да все мы знаем что сейчас есть определенный тренд среди определенных людей которые любят винтажную электронику винтажную особенно винтажные всякие магнитофоны патифоны как это говорится и короче говоря здесь нас немного окунают в прошлое вот прям именно с головой что в 1878 еще берет начало свое история катушечных магнитофонов и там пацаны еще кастомили фонограф томаса эдисона или эдисона как ему больше нравится им а тебе больше нравится мне и так и так в принципе достаточно смотря про что смотря каком аспекте жизни эдисона идет речь так сказать и в общем короче говоря некий оберлин смит или оберлин смит начинает экспериментировать с этим устройством с фонографом томаса эдисона и там они балдеют по всякому с магнетизмом короче как там намагничивается вот эта пленка хлопковая нить здесь используется еще короче говоря он на самом деле чувак смит он чуть-чуть пока стомил его задолбало короче но говорит вот время нет досвидос нарисала чертежи всякие различные и подумал что ну продолжит как бы поколение следующее и действительно следующее поколение продолжили некий вальдемар поульсан издание уже непосредственно заинтересовался всем этим дерьмом начал кастомить еще круче короче еще круче пошло 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 и в итоге в итоге сделали вот именно такую бобину вот которую мы знаем именно такая с ленты с обычной классической потому что до этого там практически даже не лента была просто мы практически мочевина дерьмо вот короче а по факту мы знаем но это практически как в кассетах только именно на бобинах такие пленочка такая соответственно у нас это все появилось там дальше будет написано что в сорок девятом году только полностью на поток поставили магнитофоны в советском союзе надо сказать что и тогда они уже типа днепр один они были достаточно дорогие и кстати говоря у них были там даже разные скорости движения ленты и вот я как это вижу мне кажется что раньше вообще электроникой было очень сложно пользоваться потому что она была такая для тех кто как будто вот вот шарит вот прям надо физики понимать чтобы знаешь магнитофоны там хрен подлезет к нему ты просто к нему да то есть куда-то собрались да собрались на дачу с шашлыками да и не то что музыку включить надо сначала человека найти который знает какие там герц и килогерц и мегагерц и словить как там что включить куда какие скорости перерубить какую пленку под но в общем целое дело и потом же дальше начали выходить разные днепры опять же кастомные разные каска станки короче всякие днепр 9 более-менее модель до которая нормально вращалась нормально понималась народом здесь кстати есть видос магнитофона яуза 10 который выглядит очень олдскульно достаточно так вот прям такой биошоково биошоково прям выглядит с таким классным знаешь не знаю с классным логотипом яуза который такой знаешь как на холодильниках практически вот очень прикольная тема дальше здесь тоже написано как вообще в принципе изменялась батарейный проигрыватель стал весна шестьдесят третьем году ну вот здесь есть фотография например ноты которая была очень популярна кстати но это прикольно выглядит как будто человека нанимать не нужен человек кукольный домик три кнопки крутилка да такое чувство что здесь день из дэнди как будто вы вынули и сделали вот ноту но это уже действительно однокнопочная какая-то хотя у нее есть какая-то вращающаяся хрень тоже вроде надо понимать что-то но на практике ничего не надо понимать я помню у меня был виниловый проигрыватель он как правильно называется не знаю именно ну короче он проигрывал виниловые пластинки соответственно в детстве но у тебя тоже вроде бы был но мне и там тоже были да были тоже дополнительные всякие знаешь штуки штуки которые можно было развить переключать до скорости на самом деле в итоге это все было чуть ли не для того чтобы чистить потому что на высокую скорость ставишь и знаешь вот это вот есть такая штучка специально с бархатом да 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 ты ее держишь она чистит типа ну такая хрень короче полная на самом деле все это проигрывалось на одной скорости и не надо было ничего другого делать то есть я вот как на ютубе не включаю сейчас 2x скорость так и на проигрывателях не включал все сказки слушались мной в 1x слушай я включал на ютубе 2x вот к нашей последней темке я просто хотел ознакомиться поскорее с контентом так сказать я включал в 2x чтобы ну чтобы не ждать долго так что я бывает включаю честно тебе скажу стыдно конечно проститно признаться вот может быть отписки последуют после этого сегодня я даже иногда ролики в 2x смотрю отписки сейчас не отписки а все тоже в 2x перейдут а нас и так я слышал что ты кстати слышал что нас часто слушают ну да слышал возможно знаешь как сделают они сделают 2x запишут это на бобину и там еще 2x сделают ух ты это не человека опять же нанимать надо потому что да ну здесь дальше написано что у тебя хотя бы были бобины или нет у вас бобинов не вот бобин не было нету бобин не было были только виниловые я я это все пережил мне было годика три наверное но были были а чё вот ее сложно заряжать вообще туда внутрь вставлять да нет вообще не сложно мне кажется там по крайней мере в той в той модели которая у меня была там она просто вставляется как-то и все то есть там достаточно просто это было поэтому ну ну вот в общем дальше 60 и так далее 80 и там уже когда начали копировать с бобина на бобину высоцкого куджау и так далее визбора если вы понимаете о чем я аквариум зоопарк машина времени это уже более позднее кино тогда уже распространение естественно получили в том числе и кассеты потому что кассеты все-таки лучше знаешь похуже качество да поменьше проигрыватель как бы и кассета поменьше проще слушать и вообще но возвращаясь к нашим временам сейчас люди любят слушать на бобинах и на виниловых проигрывателях соответственно почему потому что многое в то время было записано именно на бобину и сейчас это как бы в оригинале ты слушаешь практически так как задумал режиссер так как был звук режиссер так как было записано особенно джаз конкретно многое в 60-х было записано на бобины там поэтому ты слушаешь получаешь дополнительные какие-то дефекты вот эти музыкальные которые тебе еще больше греют балдеешь у тебя там что-то подпердывает пашпат свистывает подпукивает и собственно вместе с джазом с вот этими щеточками со всем вот этим вместе ты как бы погружаешься в ту атмосферу 60-х балдеешь у тебя кожа чернеет темнеет ну в общем все классно я вот честно сказать до сих пор мне хочется хорошей виниловой прыгать для чего чтобы понять басы то там записывались или нет хорошие колонки воткнули что вот те которые были опять же с нашими этими ну вот такие деревянные колоночки я бы не назвать фанерные наверное там были фанерные фанерные иногда пластмассовые у меня от дяди вова две именно пластмассовые были от другого такого но это более хай-тешность черными да такими да да черные там по два динамика но опять же динамиками это не назвать это то еще говнище было а вот в нормальные воткнуть но я там не оптикой уж но хотя бы там нормальными аналоговыми аудио проводами но хотя бы пятиканальный звук из винила получить вот хотел бы я на качество посмотреть то есть чтобы было с шуршанием но чтобы если это joy division то чтобы бас был все-таки ну низкий ну прям крутой не знаю я бы с удовольствием послушал но когда прихожу в пульт ру это к сожалению не реклама то косарей 80 такие стоят проигрывать или и это еще мало берешь вообще музыка такая стоит дорого это это надо сначала дом построить с отдельной комнатой под это дело а вот потом уже можно ее будет так сказать потом продать его и купить акустику да стопудово и просто на улице с ней выступать просто я тут недавно опять был на кировке вечером у нас есть такой персонаж который на скрипке тоже играет все время ты видел нет около молодежной модернси да стоит и вокруг него всегда реально толпа в круг людей то есть он прямо он там собирает уже это я конкретно не видел кто но я слышал ну издалека да он там играет всякие нирвану всякую классику такую которая как бы мы ее не привыкли в скрипке слышать но звучит очень эффектно и мне я подумал что у него наверное каждый день дилемму он же должен каждый день в разной одежде быть чтобы так сказать ну не примелькаться это он практически артист то есть он выходит каждый день и он артист ему надо вот соответствовать так сказать я вот подумал вот проблема наверное у человека он совсем совсем да и он как бомж не переодевается а потом дальше отходишь и там просто кино и поют без без голоса без слуха и подходит а подержите уличных музыкантов ну как бы вот нет не тот уровень уровень не соответствует да 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 у нас там есть еще ладно чуть последнее скажу харизматичный старик который на какой-то старой гитаре играет оцинкованной знаешь вроде акустической гитары а у нее именно металлические такие элементы сверху есть видно накладки вот вот его еще хоть как-то хочется поддержать а вот этих ребят как-то почему до сих пор играют кино уже 2к 18 почему людям нравится понимаешь если люди перестанут просить кино да говно они это делают ради собственного удовольствия я уверен если бы они там вообще просто это очень просто играть понимаешь три аккорда которые играются а то есть ты думаешь л джея сложнее играть я думаю что даже условно system of a down будет сложнее system of a down само собой его еще и спеть будет сложнее у нас английский никто не знает но современную популярную музыку опять же но она гитаре это будет а это это просто ну я уверен что это будет прикольно я бы даже хотел попробовать просто но это надо больше усилий приложить чем просто гуза гуглить кино аккорды транспорнировать с хип-хопа на гитару ну зато представляешь так ну согласен если вспомнить тех людей это не про них не дай бог у них тональность другая чем у lg все это непосильный труд больше транспорнировать такое поэтому согласен с тобой полностью ну ладно давай пошли дальше у нас про тиндер пошли дальше из чтобы бинники что тиндер это из дайджест просто вот я смотрел чё на хабре новенького и мне приглянулись и та и другая темка продолжаю просто вас посвящать так сказать и тебя никита и вас всех в то откуда темы взялись откуда берется да в кухню я вижу я просто к скроллю вижу здесь чисто про манго деби будет вот выглядит как будто здесь документы какие ну да тут и запихи тиндеровская инфа короче здесь статья написана языком такого рассказчика что типа вот представьте что есть у вас приятель стив стивинг стивингтон вы основали целый стартап по отслеживанию пользователей бизнес основан на утечке метаданных ватсап которую вы обнаружили вот ну и как бы если кто-то представит что вы не доверяете типа вашему соучредителю скорее всего говорит вы под но под этой глянцевой сомнительной внешностью скрывается гниль вы подозреваете что ваш хороший друг соучредитель соисполнительный директор стив стивингтон строит козни против вас он все время выбегает из библиотеки странное время где-то пропадает часами напролет когда вы спрашиваете куда он идет он строит странную гримасу которую вероятно считает злорадную ухмылкой говорит не беспокоиться ну короче здесь всякий бред но если кратко то нам автор рассказывает об эксплойтах которые в тиндере использовались по отношению к тиндеру чтобы тупо следить за людьми потому что чё делать тиндер тиндер в опиху отсылает твое местоположение зашифрованное оттуда приходит соответственно ответ ну ближайшие люди к тебе так вот какая-то опять хрень летает страшная неважно и надеюсь не сожрет меня пока подкаст записываю так вот и ответ приходил в самом вообще здесь история в 2013 году обнаружилось что и ответ приходи прям в координатах и это палео это палео просто перехватываешь сетевой трафик тиндер проверяешь данные точное местоположение цели все ты на ладони после этого тиндер в тихую попытался исправить уязвимость перевожив расчет а потому что почему это делалось потому что локейшн то есть близость к другим людям считалось на клиенте как бы ну ну первая интервью имплементация почему бы и не накосячить да они перевожили это на сервер на сервак на сервак приходила distance from you в километрах но с точностью 15 знаков после запятой это довольно таки мать точная точность представишь 15 знаков после запятой в километрах в долях метра практически это круто вот и можно было говорить с помощью это называется скажу как это называется какой-то эксплойт три латерации в чем суть отправляешь три рандомных запроса типа что там я петя я здесь я коля я там я миша я здесь и все это отправляешь типа что хочешь узнать а где я нахожусь по отношению к насти тебе приходит три местоположения от петь в трех километрах запятая столько-то от миши столько-то и от паше столько-то рисуешь круги здесь на карте на пересечении кругов находится настя все ты и сталкер ну типа с нескольких пересечений да да просто три пересечения берешь и и все вот она там стоило с учетом того какая точность передавалась я не могу там так арут на улице просто цветов хочется прям выглянуть но я не увижу ничего только они меня увидят пиши как в аквариуме вот ну короче говоря они после этого тоже пофиксили сделали что округляется до целых километров то есть уже не 15 знаков после запятой просто три километра ну и как бы там уже по понятным причинам сложно это применить три латерации потому что ну там у тебя квадрат такой образуется ну или круг диаметром так сказать в километры то что иначе но они придумали много отсылать разных позиций и смотреть раз он округляет до 1 километра то отсылать несколько рядышком и смотреть где переход с 8 на 7 километров вот в том месте где переход значит точное расстояние 7 с половиной потому что как бы но он округляет в другую сторону начиная ну если где-то эту процедуру опять же три раза повторить то снова задействуем эксплуат 3 латерации после этого тиндер пошел еще дальше и они сделали так что они разделяют все всю карту как в детских атласах на квадрат и уже после этого максимум что ты можешь определить это квадрат а квадрат он мать его большой особенно учитывая густонаселенность например сайн-франциско или нью-йорк до или не дай бог нью-йорк-сити уже все там как бы квадрат диаметром в километр там 50 сотен тысяч кафе и так далее то есть но здесь красивые картинки о том что вообще-то это не было задокументировано то есть все эти изменения тиндер вносил но упали и этот чувак он их все проходил ножками понимал и как бы вот выяснить что на квадраты было разделено ему тоже дорогого стоило на самом-то деле то есть вот здесь где карте красивая картинка с булавочками это он как раз понял что на квадраты все поделены короче говоря это говорит теперь невозможно к сожалению и кроме того что расстояние по формулам по нормальным евклидовым рассчитывается в окружностями то есть грубо говоря есть цель есть атакующий и рисуется вокруг цели окружности ну и на какой окружности находится атакующий вот это кратчайшее расстояние будет тем расстояние тиндер сделал что расстояние высчитывается не из окружности а из таких квадратов закругленными углами это сделано для того чтобы еще больше запутать атакующих ну короче они там прям похавали говна видимо с приватность ну и говорит оказывается пока типа все ты это делал на следующее утро стив стивингтон дарит вам одну из пары кружек со директоров над которыми он работал на своих секретных дневных уроках керамики это совершенно отвратительно лучше бы он подарил вам одну из пары десяти долларовых купюр остался в офисе он работал мало и плохо вам пришлось проводить много встреч много врать обычно это его работа по крайней мере он не украл вашу компанию вы переливаете кофе уилсона свою нелепую кружку желаете здоровья своему хорошему другу а когда засыпаете ночью в голову лезут мысли что происходит с координатной сеткой тиндер на северном полюсе красиво очень это причем еще и перевод красивый то есть это перевод это не оригинал ну да поэтому я бы если бы мог у меня мне кажется не хватит кармы чтобы выставлять здесь 50 хлопочков бы дал да то есть я бы прям в пупочек даже поцеловал автора очень круто не недостаточно карма у меня для голосования к сожалению я лошара надо будет поработать над кармой кстати в инвитро требуется специалист по защите информации от 85 косарей до 115 неплохо представишь плохо защитить информацию в инвитро все же утечет но все что вытекает причем в прямом смысле этого слова в качестве наказания надо анализы специалиста по защите информации сливать в первую очередь много раз проводить ему анализы маска так скажу и это в том числе даже с этого вижу у вас устарели что-то вдруг вы там чем макнули куда-нибудь опять пойдемте к пересдадим короче говоря вот такие дела с тиндером ставьте лайки если пользуетесь тиндером и задаетесь вопросом а как же он там что-то определяет кстати пользуясь случаем хочу сказать вот искал mongodb да вот это все мне кажется мы стали забывать о том что mongodb лучше всего работает на серверах смарт-тейпа кстати да кстати да на смарт-тейп заходим на его design.ru слэш смарт-тейп и просто используем самый классный хостинг от ювебдизайн вот серьезно прям вот мы вам рекомендуем вот прям вот мы его сами не пожалеете чтобы вы понимали вся наша работа она там то есть они нас держат за мошонку а мы их и вот да и так получается что никто никуда не дернется пока мы это делаем покупайте у них хостинг во первых нас поддержите как проект а во вторых ощутите на себе все прелести абсолютно недорогого обслуживания и если вы хотите экспериментировать с разными наркотиками нет не пропаганда с разными пакетами нпм и так далее с разными серверами то покупаете просто там vps-ку на ssd-шках и вас молниеносно все работает все серваки в москве все очень быстро далеко ходить не надо все соответствует 152 фазе в общем одни плюсы я не понимаю почему все еще не перешли на и web design.ru слэш смарт-тейп поэтому немедленно реабилитируйтесь а мы пойдем дальше да следующая тема как работает запрещенное онлайн казино азина 777 и с кем оно связано к сожалению не реклама да и здесь ну такое небольшое обобщение расследование про вообще про азина три топора то самое которое приобрело популярность в россии 2017 году после рекламного ролика как вы понимаете как вы все помните с участием рэпера витя акка который отвечает на вопрос а как поднять бабла вы помните все это и оказывается оказывается я вот не знал но онлайн казино зарабатывает намного больше чем например более честные люди такие как epic games и fortnite разработчики игры fortnite потому что я посмотрел на бабки здесь вот которые указаны в статье я охренел так вот онлайн казино в россии запрещены я напоминаю еще раз тебя вот деньгами удивить это отдельная так сказать да песня отдельная песня согласен так вот так вот я напомню вам просто еще раз что онлайн казино в россии запрещены за их организацию грозит штраф до 1 миллиона рублей и лишение свободы на срок до 6 лет то есть шестерочку мотаешь еще и бабки плачешь штраф за рекламу азартных игр в интернете напомню это не реклама все составляет до 500 тысяч рублей мы не рекламируем естественно мы просто читаем статью в 2017 году федеральная налоговая служба приняла более 42 тысяч решения блокировки онлайн казино и прочего прочего но тем не менее живы пацаны живы все это все эти азина как вы знаете переезжают все на новые на новые адреса почему их каждый раз вставляют с новым адресом что возникли проблемы с доступом туда-то перейдите на туда ну вы все знаете да так вот зеркала миллионы зеркал открываются естественно потому что денежки-то надо зарабатывать объема кому это нахрен надо какого черта люди азартные играют абсолютно хотят зарабатывать в казино объема российского рынка онлайн казино может достигать 1 миллиарда евро или примерно 73 миллиардов рублей по курсу на июнь просто за месяц лям миллиард точнее лярд за июнь подсчитали компания soft swiss разрабатывающая программное обеспечение для азартных онлайн игр сами себя подсчитали нормальная тема мировой рынок онлайн гэмблинга по оценке исследовательской группы h2 gambling capital к июне составил 45 миллиардов мировой рынок 45 миллиардов ну евро естественно не подумать ни рублей 1 45 это русский рынок да 1 45 русский рынок соответственно азина групп то самое с кем вообще связано в принципе азина короче кипрская компания леонда лтд 2006 формулировку уточнили леонда лтд входит в азина групп который управляет виктори 777 нв видимо это нью-вегас нв я не знаю в 2017 году упоминали леонда лтд исчезли из сайтов азии вообще все какое-то идет расследование кто с чем связан зарегистрировано на каких-то чуваков гражданин украины александр александр плахтию плахтий видимо его почта там короче его какие-то там адвокаты юристы георгиусы пападополусы в общем полный пападополус происходит если честно в общем там досвидос происходит то есть естественно как вы понимаете люди которые заведуют онлайн казино в россии скорее всего в россии не находятся тем более с такими деньгами и мы нечего делать в россии ну как бы некуда тратить вот и значит чуваки возможно выходцы из других стран возможно из ближайших стран возможно живут они не в ближайших странах как вы понимаете зарегистрировано это все тоже не здесь поэтому сложно сложно вязать таких пацанов тем более что зеркала зеркала постоянно открываются да и наверное люди которые очень сильно хотят вы знаете это же как ну то есть допустим алкоголизм же ты же везде найдешь выпить да так же люди которые азартные они везде найдут где поиграть и обойдут блокировки от роскомнадзора тем более что они не очень то уж сильные как мы понимаем скорее всего мы не знаем сами мы не знаем точно мы не знаем точно да вот ну да все вот эти вулканы эльдорадо фараоны и так далее это все слово связано с неким лайки партнерс значит я вот это читаю такое какой-то new vegas передо мной пристает то есть это какая-то какие-то непонятные в общем организации которые занимаются там тем более чувак давал интервью даже какой-то там из лайки партнерс грит мы играет вы не представьте мы там вообще децентрализованным максимально мы там не одна компания еще там чувак знаешь отвернул отвернувшись на черном фоне на черном фоне голос изменен на самом деле это девушка ты прям как с гутурал ну вот кроме этого кроме этого пацаны все делают через яндекс деньги между прочим не стесняются никаких биткоинов все в настоящим наликом через яндекс деньги гоняются но не наликом как вы понимаете да потом это наликом выводится соответственно там пацаны из яндекс деньги отмазываются потому что ну типа ну не было еще списка организации которые запрещены перевод на гемблинг еще до сих пор вот это все ничего не сделано у к рф вниз 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 не сдвинутся с мертвой точки в общем в россии как обычно кучи кучи дыр которые можно обойти спокойно легко в любую дырочку заходишь как надо все классно пацаны на карибском море как практически пираты карибского моря располагают свои какие-то там лицензии на онлайн гемблинг в общем короче не достать пацанов нормально миллиарды в месяц они грибут и продолжают грести как я понимаю что эта штука растет кстати говоря азина обошло таких людей как кока-кола эти или два по рекламе вот тогда когда была вот эта крупная тема свития к пацаны настолько поднял то или они поскольку он был первый ему не очень много заплатили я подозреваю что да предстоящему за рекламу сотку заплатили там кастиков условно да рублей а после этого миллиарды миллиарды пацаны зарабатывают и как бы классно живут я думаю супер классно живут вот в том числе мы помним даже вечернем урганте была переделка на ведь уака и как бы знаешь тем самым это полу легализует в умах людей вообще но такое понятие и на ютюбе это было да везде это было камон это прям во всех по моему переводах типа там пиратских типа куража бомби и так далее там тоже это было конечно везде вставляет пацаны получают огромное бабло во всех пиратских фильмах спокойно оно все там вместе связано как мы понимаем возможно это одни и те же какие-то там учредители и в общем все очень интересно все это очень интересно здесь кстати в конце приведено ну знаешь так невзначай как будто непонятно для кого сколько нужно запуск онлайн казино например получение лицензии стоит 35 45 тысяч евро просто лицензии то где простите если незаконно там где разрешено как я понимаю то есть вот там где разрешено там при регаешь это все я понял там все нормально тема абсолютно яндекс деньги те подтверждают потому что ты не входишь никуда еще как бы и все классно у тебя просто реально тебе на карточку на сбербанк падают миллиарды короче нормально ты их двигаешь на пойпал он тебя замораживает сразу все весь счет на ханьте арестовывают вот короче 60 60-300 тысяч евро на приобретение собственной лицензии это видимо ну суб лицензия я не знаю в чем она зависит то есть напишите в комментариях я хочу чтобы анонимус вот эти знаешь всплыли которые открыли онлайн казино свои вот создание бэк-офиса организация контроля над транзакциями 50 тысяч евро депозит для оборота который вносится на счет лицензиата 5 25 тысяч евро короче ну вот в пределах знаешь сотки открыть свое онлайн казино запустить и ну как бы да как еще не считая мне кажется самого соотецкого разработки самого приложения то есть это по моему формальности только но без дергания именно этой вообще без всего без реализации это 100 тысяч евро на юридические формальности да 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 но это видимо как бы самое главное что их вел волнует а там же то что короче будет встроена флешка с одоруким бандитом который будет постоянно выдавать не те числа это по согласен видимо самое главное это 100 штук так сказать найти кому дать а там уже разработают хоть кто и хоть чё да да хочется сказать что вот если вы хотите нас поддержать то можно обойтись меньшими суммами чем 100 тысяч евро просто переходите на patreon.com.com web design получаете бесплатные стикеры за подписку получаете наш подкаст на день раньше еще бог его весь чё мы придумаем я прям уже чувствую что чё-то мы обязательно придумаем к сентябрю ты имеешь ввиду 100 тысяч когда 100 тысяч евро да да в тот момент конечно да вот ну или на your design.ru slash donate можете более стандартными более классическими способами нас поддержать спасибо вам большое заранее последняя тема у нас сегодня про спидранеров но даже не столько про спидранеров сколько про full out хотя и про спидранеров тоже вот автор или авторка хидр александра это судя по имени дама судя по лику мужик так не относится никак к сути просто автор на катаку возможно какой-нибудь главный автор staff writer and critic это какой-то крутой да чувак но я часто его вижу на самом деле когда открываю статьи вот вот видимо не его и ее ладно или ее да короче есть такой чувак есть такой чувак а где кстати чувак есть его имя то хоть который который это все сделал вещи возможно можно перейти вот на его youtube и там будет видно что томат ну да я бы я понимаю что как-то чувака зовут у него достаточно стандартная внешность просто кудрявый чувак со стримом какой-то у него смешной ник у него томата анус да это блин у меня случайно реклама ютюбная началась забанить случайно азина этой топора включилась на томей то анус и у него еще и авка на ютюбе смешная там пёс в шапке который такой американской короче томатный анус он прошел все фолочи все примерно я такой без дела си правильно слушай да без дел си за 90 минут с менее чем за 90 минут то есть за час двадцать девять минут вот так вот мне интересно за счет у него свернуты они были все четыре а там есть именно я просто зашел сам стрим и там между играми есть там пять минут сетап вот такие ну как бы по хронологии прям у него заложено не заложено же постфактум сказал что вот пять минут я эту игру закрывал а то открывал вот типа такого то есть на 5 минут это долго там 49 секунд на самом деле но тем не менее твою мать я сейчас по таймингу перемотал он за 649 прошел первый фолочь но первый фолочь действительно очень легко проходит за 6 минут 40 охренеть ну ладно окей то есть это но это действительно не сложно и вот ты мне говорил о прикольно по ностальгируем о чем именно ну то есть давай я посмотрел первый фолочь я знал как спидранить второй фолочь в общем я знал эти методы которые он там использовались что в первом первом надо добежать до военной базы там нет такого что ты туда пришел и сразу на тебя поперлись там с тобой базарят тебя ведут к лейтенанту если ты говоришь нет я не пойду то тебя на тебя прутся а если ты идешь тебя телепортирует сразу на самый верхний этаж и к тебе начинает подходить лейтенант если так еще он убегаешь не начинаешь с ним разговор на тебя никто не нападает ты можешь просто побежать взломать компьютер активировать на как ты взломаешь его если у тебя ничего не прокачано условно если ты в самом начале при создании персонажа все вкидываешь в науку тебе будет достаточно а нихрена то есть он он же ну как бы использует так сказать ну не глич это так ну это прикольно ну типа это даже ничего вообще вот после этого он бежит в собор это под лос-анджелесом так сказать локейшн где сам где еще одно убежище где сам повелитель сидит мастер ну то есть он в конец уже бежит сразу да он сразу бежит в конец там тоже сначала ты говоришь тебя отводят к чуваку с чего подожди он лайкер получается ему не попадается да да ему не попадается по пути по пути вас убили нахрен козлы сто рук смерти вот во втором фолочи попадаются и там он перезагружается но он это молниеносно делает поэтому как бы он сильно много на это время не тратим он делает кое-ксейв кое-клоуд просто и все в первом фолочи ему действительно повезло то есть там да там как бы ну может быть он опять же все в лак вкинул то есть там же тоже это зависит от определенных факторов а когда он создавал персонажа я уж сильно не смотрел что он там создавал ну правда ну кстати опять же когда ты военную базу взрываешь мари позов первое что надо сделать в первом фолочи для победы ты пять левелов получаешь он за эти пять левелов реально вкачивал там себе науку взлом и так далее чтобы уже в соборе уже реально бомбу тоже взвести там и так далее и тому подобное плюс он использует баг когда с тобой начинают разговор ты девочку их сейв кое-клоуд с тобой прекращают говорить и ты идешь как ни в чем не бывало на тебя никто не нападает как бы но он он все равно использует баги к сожалению ну или там ну не к сожалению ну неважно во втором фолочи чего он использует классический способ когда ты используешь супер стимулятор он тебе восстанавливает типа 60 хп но допустим через там четыре часа у тебя минус 10 хп и он берет накачивает npc супер стимуляторами ждет четыре часа тот вздыхает то есть вот вот это это классик это мы тоже всегда использовали когда играли то есть это но им никто на тебя не думает там в этом существо на тебя весь город не прется после этого второй хинт это взведенный динамит в карман кому-нибудь вложить чувак взрывается на тебя тоже никто не думает но иногда думают там где думают он перезагружался пересохранялся и уже никто не думает то есть он там опять же пару багов использовал что там у одного из торговцев деньги появляются он берет воруют деньги ходит по карте 10 дней у торговца появляются новые деньги он ворует деньги потом покупает у него силовую броню и бомбу взрывает его бомбы убивает нахрен ну и так он несколько ключевых персонажей взрывает убивает проходит дальше доходит до самого конца до нефтяной вышки где анклав и собственно президента накачивает супер стимпаками тот вздыхает никто не понимает он не уберет карточку доступа в самом конце он уговаривает там отряд сержанта есть который можно уговорить в самом конце он тебе поможет за тебя просто будет сражаться и с помощью карточки президента он турели перепрограммирующим за него сражались тупо стоит в уголке и финального боссу который 999 хп его убивают турели и этот отряд сержанта ну то есть и он конечно чуть-чуть лакер потому что если бы ему не повезло то финальный босс он бы всех их все равно раз уничтожил это стопудово то есть у меня было такое что мне приходилось его добивать но он лакер во первых этот финальный босс не уничтожил никого но фрэнк хорриган это игру этот финальный босс но это фрэнк хорриган да это один из экспериментальных чуваков которых сделали типа как супер сверх людей так далее так вот ну и кроме всего прочего у него ему повезло и кто-то из этих чуваков сержантовских он хорригана опрокинул но тот именно упал типа без сознания ну и он просто выбежал все взорвалось нахрен и все то есть как бы даже даже его не добил вот это что касается первого второго фоллача с ними все в общем-то прозрачно довольно таки действительно там есть пара багов и есть пара ну гличи просто и все а непосредственно третий фоллач не вегас и четвертый он использовал дерьмовые баги дольше всего четвертый фоллач шел четвертый фоллач шел 42 минуты то есть как бы там что-то видимо в натуре много дерьма там много физически надо ходить пока ты еще не можешь делать быстрое путешествие до каких-то объектов пока ты там не был тебе надо реально физически до туда дойти хотя он все равно использует гличи которые вот в этих 3d-шных фоллачах есть что если ты ломаешь обе ноги опять же быстро сохраняешься загружаешься типа то ты двигаешься не медленнее а наоборот быстрее смешно вот да особенно с учетом то что если сейф лод делать то ты как-то там быстро их двигаешься ну короче это надо смотреть это просто это даже смешно выглядит вот но конечно да я к вопросу ностальгии первый второй фоллач это конечно гениально я очень хотел бы когда-нибудь стримануть и пройти причем на них же естественно уже по крайней мере на 2 2 фоллач есть ком аддон который называется типа там complete edition которые типа читали дневники авилона читали джоша сойера читали библию фоллаута который вилон написал и что они еще задумывали и там чуваки реализовали все че разработчики тоже задумывали по лору и это как бы именно тот фоллач который вот был бы если бы там никогда никакие издатели там не не заставляли их быстрее быстрее и так далее и тому подобное это вот прям это действительно круто также кстати с и готика есть на первую готику есть golden мод в котором возвращается все че разработчики как бы сделали какие локации но не наполнили квестами но там вполне очевидно какие там квесты поэтому ну там доработали короче может быть кто-то из пираний тоже писал какие-то посты что тут мы хотели это там мы хотели то ну так вот а третий фоллач я в очередной раз вспомню что блеотина редкостная фоллач на восточном побережье это ну кому то говнище а не вегас не вегас как он прошел не знаю вот именно не вегас я не скральнул давай попробуем как-нибудь посмотреть там там в принципе тоже должно быть не сильно сложно хотя он проходил 17 минут но типа вот я смотрю new вегас он говорит с доктором потом сразу бежит в лайки 48 в казино хаоса 38 да да сразу практически после этого сразу бежит к этому к виктору или как там есмен который робот вот этот вот вот ну и сразу почти выполняет пару квестов но вот он уже бежит на дамбе и вот он уже все четвертый full out в ребеночек то есть как бы нихрена он очень быстро его пробегает видимо за хаоса или за себя например то есть но я смотрю уровень но где-то на восьмом девятом уровне он заканчивает new вегас но там просто много опыта отсыпают за квесты которые именно важные поэтому как бы туда третий full out ой ужас я прям я вот его я еще посмотрел как вспомнил эти безликие локации пустые совершенно по одному побочному квесту в городе настолько это было не full out но что как бы да ну и кроме всего прочего реально я не могу я не чувствую фуллаута на восточном побережье по библии full out изначально все кроме западного побережья в атомную просто пыль превратилась поэтому ну камон это уже не канон просто и все вот поэтому не знаю ну и четвертый full out конечно редкостный блеватрон он там реально бегает что-то делает то есть ну там рад тараканов каких-то убивает то есть но он там прям проходит просто он ну очень по-быстрому проходят какие-то сюжетные квесты я не знаю за кого он там за институт или за подземку там я вспоминаю сейчас название фракции меня оторопишь берет настолько прошел и перекрестился это я прям помню вот я думаю что за институт быстрее всего проходить за него скорее всего он и проходил я сейчас пытаюсь вот по прокликиванию так сказать роликов понять до куда я за подземку то есть опять же они мне были наиболее симпатичны в этой игре отвратительны все но именно они менее отвратительны просто потому что у них нету каких-то идеологических убеждений то есть институты ака не как анклав они хотят там всех заменить синтами и там переродить человечество вот в облике такого говна братство стали они хотят только сохранить свои технологии всех остальных взорвать нахрен потому что это угроза для них а вот подземка они просто пытаются выжить и адаптироваться в этом говнище поэтому они просто мне наиболее импонируют пройти за минитменов по-моему нельзя то есть это что-то типа пройти самому за себя пытаться всех помирить никто не помириться все равно кого-то придется там уничтожить я не помню ну наверное институт опять же в общем там по аксиоме из кабара все такие плохие что я снашался с вас их матушкой потому что ну реально я снашался с бесездой и стопудово просто я сейчас кстати вот тебе четыре фракции перечислил я вспомнил ксенус что там тоже несколько фракций есть наркоторговцы там официалы партизаны и не помню кто четвертый ну там есть побочные типа индейцы всякие эти но за них пройти нельзя по-моему наркоторговцы партизаны официал ну то есть военные и вот ксенус это в миллиард раз приятнее чем четвертый фуллау ну не знаю я я ничего не могу с собой поделать то есть вот ты-то чё ты в него играл в итоге или нет я не я не играл в 4 фуллау вообще я просто помню что не вегас то ты проходил причем чуть ли ты не первый прошел ну я давно прошел просто в том что короче мне казалось что фуллау 4 невозможно пройти так быстро потому что настроить дерьмо я строить дерьмо на самом деле это очень опционально это первый раз надо построить просто по сюжету а дальше уже можно никогда этим не заниматься то есть это это настолько как в вовке все игрушки найти или всех спутников и маунта ты можешь вообще это не делать абсолютно просто так тупо строить хрень которую никто никогда не увидит кроме тебя ну типа я понимаю что фуллау 76 теперь все уведут да да там все все увидят кто что строит там нападать будут на это дерьмо это да а тут это какой-то сомнительный эсгибиционизм так сказать ну слушай может быть кто-то ну вот я слышал опять же слышал что детичи им прям нравилось то есть вот те люди которые в майник играли они альтабались в фолче всякое строили я не знаю как они там ролики снимали показывали там стримили друг другу чтобы похвастаться кто там что построил и так далее потому что ну я с тобой полностью согласен для какого-то сюжета никакого смысла в этом нет ну серьезно это это просто повторяющиеся дерьмо это как дейлики вовки опять же но если вовке хотя бы кто-то увидит что ты задрочил миллиард дейликов и получил там дракона альбиноса то тут этого даже не увидит никто это просто там в беседу анонимная статистика отправиться что еще один задрот строил десять тысяч часов да 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 а ну не более то есть ну тот говард конечно поржу хе-хе-хе эксцелент сделает по мистеру бёрнс из симпсонов но не более это ну никуда дальше не пойдет в этом смысле фоллаут 76 это абсолютно логичное для них развитие если допускать я напоминаю что должно было быть сразу мы с мультиплеером просто не сделали а вот так вот то есть это практически в сурсах опять же было это просто кусок фоллаута 4 ну конечно супер супер уже апгрейдженный но там возможно direct x 12 уже есть кстати вот в battle for azeroth есть direct x 12 выглядит совсем по-другому даже подлаги вот чутарик не щучу но надо признать что фоллаут 4 хорошо выглядит естественно ну это я не спорю в отношении графики атмосферы вот особенно нью-вегас прям в это тот самый фоллаут это прям ты чувствуешь что ты в том же мире находишься ну фоллаут 4 понятно не чувствуешь что это бостон насколько я помню или чё там как называется город то да хрен я не знаю там diamond city вот этот который в центре это типа бостон или типа чё-то такое как это не парадоксально ну короче говоря но все равно там очень здорово то есть есть вот эти картинки где челябинская челябинская российская деревня и пистолет торчит и выглядит реально как 4 фоллаут но там уже практически фотографическая точность вот классно да там именно графика конечно гениально вот это это у них не отнять они в искайрим был в принципе достаточно пристойно по графике фоллаут 76 вот когда там этот шлем берут и так далее я понимаю там вообще уже круть то есть там столько теней столько каких-то этих это это да но общая так сказать составляющая сюжетная хромает не то что на обе ноги она все четыре конечности то есть это прям хотя вот опять же напишите в комментариях что думаете по этому поводу потому что всегда интересен интерактив это прям это то что не так скидывайте скрины своих построек короче стопудово скидывайте скрины потому что ну серьезно это конечно хотя бы в оффлайне так сказать показать кому-то ну чё к обойке будем переходить давай давай к обойке будем переходить давай сегодня ты расскажешь про обойку полностью ты ее выбрал как причем в последнюю секундочку поставил давай помоги мне понять чё это раф 4 погоди я зайду сначала в слаг что у меня это так так вот на обойке мы видим двоих молодых людей хотя вообще не молодых на самом деле это мы немного полноватых уже да это нас жизнь потрепала ну да здесь какой-то джип типа раф 4 что-то такое вот и мы на раф 400 вы приехали причем это европейка судя по номерному знаку то есть там синенький это это прям европа и мы с тобой приехали смотри горит трава какая-то и это вот так наш подкаст думаешь может быть это чей-то пукан мы смотрим такие приехали ржем солнце он приблизился потом это пукан того чувака который сегодня перед подкастом написал что я отписываюсь потому что слишком много капрофили и говна дерьма и вообще если говорит ведущим это нравится то типа счастлива оставаться и так далее вот вот это мы вот это мы приехали посмотреть а что собственно произошло то с чуваком а чуваку просто не дали утром или у него не встал поэтому он ну от дизайна отпишусь пусть им пусто может быть у него запор знаешь я просто буду продолжать вместо того чтобы к доктору обратиться что-то вот ну вылил на нас свой этот бывает бывает такое вот мы с тобой приехали посмотрели на это все и поедем дальше теперь возможно мы закопаем там этого человека дальше мы все-таки серьезные на рав 4 приехали ты кстати слева и справа я наверное жирный слева такой в белой футболки похоже на меня согласен как как никто на тебя похож прямо это чего вот ты и этот чувак если дети где это мой брат да одно и то же мне только интересно вот в этом контейнере который сверху на багажнике там чё у нас я каждый раз задаюсь тоже вопросом люди возят мы возможно с тобой там привезли лопаты чтобы закапывать просто мне всегда кажется это именно брендированный для какого-нибудь сноуборда или это просто вот наверх вот эти штуки они так выглядят то что они там аэродинамичные и там машина с ними быстро едет или что-то еще они возможно брендированные тойотой а то есть ты думаешь это именно с машин ну тоже может быть да да может быть как-то так в общем вот вот такие ассоциации нас в этот раз вызвала обойка призываю вас всех подписываться на соцсетях в разных не буду их все перечислять в на ютюбе тоже все нужные ритуалы делайте там ставьте пальцы вверх колокольчики жмите комментарии пишите в айтюнсе звездочки нам ставьте отзывы пишите мы почти вот ты никита выпуск ждешь 200 да у нас сейчас 174 или уже 175 не помню 174 по моему а в айтюнсе у нас уже 194 звездочки то есть 200 звездочек жду я тоже вот это уже я жду я жду двухсотых звездочек потому что на самом деле у большинства наших конкурентов нет столько рейтингов то есть мы выклинчили их так много что мы к радио ти к вилсакому скоро приблизимся и мне кажется больше даже и нет ни у кого да да к богам поэтому спасибо спасибо всем кто нас поддержит и нас слушает я так понимаю мы с никита увидимся неделю через три и когда я думаю что у нас будет такой клиффхэнгер ну такой очень детский клиффхэнгер я бы сказал детский или дерзкий я не услышал детский детский почему детский еще ничего интересного мы в общем-то не заводочек никаких не оставили ну да да я к тому что короче говоря типа ну чё такое три недели согласись это пролетят как комар быстро пролетят просто и никто даже не заметит это я полностью согласен что это как бы ну не беда внутри недели три недели это это нормально тем более я ответственно заявляю что я лично свой подкаст запишу хотя бы один за это время поэтому сильно не заскучайте но он естественно будет на этом канале выложен ну да да может быть в какой-то момент я перестану их вылаживать на этом канале но пока что только положительно это было встречи ну опять же какой-то один мудила написал что ой на чё это делает на этом канале там туда-сюда вот но как говорится тебе это ебать не должно вот вот как бы да именно в таком аспекте короче говоря всем спасибо увидимся когда-нибудь подписывайтесь любите нас поддерживайте все ссылки все все в описании вообще с вами был тормознутый и карта увидимся пока